Всем привет, с вами Люда Блаж Суприм, добро пожаловать на мой канал. Ну что, Хэллоуин уже завтра, и хоть это не наш праздник, мне кажется, это отличный повод обсудить разные истории, когда короли и королевы и прочее знать были замешаны в каких-то магических делах. Или сами обвинялись в колдовстве, даже про вампиров, мне есть что вам сегодня рассказать. Так что усаживайтесь поудобнее, наливайте чайок-кофеок или тыквенный латте и погнали. Мы не будем тут сегодня говорить про призрака Дианы, который, по мнению Пола Баррелла, обитает у него в доме. Или Вуду Мэган, которая с Дорией наколдовала конец британской монархии. Но знали ли вы, что в истории реально были королевы, которых обвиняли в колдовстве? В 1484 году английский парламент выпустил статут, в котором объяснялось, почему законный король Ричард III, герцог Глостерский, а не его племянники, посаженные в Тауэр Принца. Среди многих причин была и такая. Брак родителей мальчиков, короля Эдуарда IV и Елизаветы Вудвилл, был заключен, цитата, «благодаря колдовству и волшебству, совершенному упомянутой Елизаветой и ее матерью Жакетой». Кто смотрел сериал «Белая королева», то помнит, как красиво и таинственно там показали историю про колдовство. По легенде, Жакетта происходила отводного духа. Ее действительно обвиняли в колдовстве, причем с доказательствами. Принесли несколько статуэток, которые, как утверждалось, Жакетта сделала, дабы влиять на членов королевской семьи. Ну, такой, знаете, по аналогии с Вуду. Ей повезло, что политическая ситуация поменялась, и ее оправдали по всем пунктам. Ее дочь же Елизавета была крайне неудобна при дворе. Эдуард мог выбрать себе в жены заморскую принцессу и заключить выгодно политический брак, но взял и женился по любви на аристократке Елизавете. Считается, что слухи о том, что новоиспеченная королева-ведьма начал распускать брат короля Джордж, герцог Ларенс. Он начал планировать переворот, и, по легенде, король утопил его за это в бочке с вином. Насколько я помню, в сериале это тоже очень было здорово показано. Так получается, что сначала один брат, потом другой брат мужа обвиняли Елизавету в колдовстве, но ей повезло. Когда на престоле оказался Гендрих VII, Тюдор, статут Ричарда, где содержались обвинения в колдовстве, был уничтожен со всеми копиями. А Елизавета была даже восстановлена в правах, как вдовствующая королева Англии. Для Тюдоров это было выгодно, поскольку Елизавета стала тещей короля. Но первой английской королевой, обвиненной в колдовстве, стала даже не Елизавета. До нее была Жанна Наваррская, вторая жена короля Генриха IV. Она была обвинена в использовании черной магии, с помощью которой пыталась убить своего пасынка, Генриха V. Ее посадили в заключение в 1419 году, но спустя три года тот самый пасынок, которого она вроде бы как собиралась убить, ее выпустил. Так что остаток жизни Жанна провела спокойно. Явных доказательств ее чар никто как бы не нашел. Куда меньше повезло герцогине глостерской по имени Элеонора. И тут можно сказать, Элеонора сама напросилась. Когда ее муж внезапно стал наследником престола, Элеонора стала уже конкретно представлять себя в роли королевы. Она попросила составить Генриху VI гороскоп, по которому ему предсказали смерть в ближайшие несколько лет. Не все оценили такую инициативу герцогини и поползли слухи о том, что она желает ему смерти. Когда этих горе-астрологов арестовали, они давай валить всю вину на Элеонору. Да это она сама виновата. Она сама зелье в котле варит и вообще сделала восковую фигурку короля и расплавила ее в огне. Сами понимаете, что это значит. Мужчин в итоге обвинили в измене и в колдовстве. Да-да, мужчин тоже в колдовстве обвиняли. А Элеонора пошла как сообщница слэш-соучастница. Она не призналась в колдовстве и всячески отрицала, что желала королю смерти. Созналась только в одном. Ходила к ведьме за зельями, которые помогли бы зачать ребенка. Но в то время это была вполне типичная история. Брак Элеоноры и герцога аннулировали, заставили ходить ее босиком со свечкой от церкви в церкви в качестве наказания и посадили в тюрьму пожизненно. Вот, собственно, случай Элеоноры и Жанны Наварской и натолкнули короля Ричарда, чтобы обвинить Елизавету Вудвилл в колдовстве. Мол, прецеденты-то были. Распространенное заблуждение, что Анну Болейн обвиняли в колдовстве. Но это совершенно не так. Ее обвинили в государственной измене, неверности, планировании убийства короля. Вот это, естественно, чтобы Генрих мог со спокойной душой избавиться от неугодной жены. Тем не менее, образ Анны как ведьмы оказался очень популярен. Даже в Хогвартсе на стене был ее портрет. Но, скорее всего, это следствие пропаганды одного католического священника, который был в изгнании при Елизавете I. И таким образом он решил отомстить. А потом и биографы подлили масло в огонь, трактуя некоторые поступки Анны как колдовские. Если не смотрели вот это мое видео про Болейн и других принцесс, обязательно посмотрите. Во Франции из-за колдовства началась самая настоящая истерия. Там умерло четыре короля подряд, а в 1380 году на престол сел Карл VI. Ну, он был на 100% проклят. Почему, спросите вы? Карл постоянно забывал, что он король и вообще кто он такой. Он со смехом мог громить мебель, в другой день в приступе ярости напасть на кого-то неподалеку. Особенно опасная ситуация была, конечно, для его жены Изабеллы, которая в конце концов съехала от него с детьми в другой замок. Самая яркая история. Карл решил, что он сделан из стекла и потребовал надеть на него железные латте, иначе он разобьется. Еще он почти полгода отказывался мыться, стричься и есть. Ну, конечно, его силы заставляли делать все это. Но с Карлом все эти вещи происходили периодически и длилось несколько месяцев в году. А в остальное время он, в принципе, вполне себе был обычный король и занимался стандартными государственными делами. И, кстати, Карл чувствовал, когда на него найдет очередной приступ, и добровольно шел на изоляцию от общества и взывал к Божьей милости, чтобы все это поскорее закончилось. При дворе его многие искренне жалели. Карла прозвали безумным. И в 21 веке мы, конечно, с вами догадываемся, что он страдал тяжелым психическим расстройством. Считается, что это была шизофрения, причем наследственная. У многих его родственников наблюдались своего рода психические расстройства. У матери в том числе. А среди причин называют близкородственные браки. Про инцесту у меня тоже есть отдельное очень интересное видео. И поскольку у Карла первый приступ случился в возрасте 25 лет, считается, что тяжелая лихорадка, которую он перенес накануне, и спровоцировала развитие этой шизофрении. Также еще широко обсуждалась версия с отравлением. Но это мы с вами сейчас такие умные. У современников короля была версия поинтересней. Черная магия. Подозрения и обвинения в отравлении и наложении проклятия пали на двух женщин. Валентину Миланскую, жена брата короля, и Адетту, любовницу. Ведь именно они вдвоем удивительным образом не попадали под раздачу, когда короля накрывали приступы безумия. Валентину король называл своей любимой сестрой, требовал ее присутствия на всех мероприятиях. Адетта была той, кто мог успокоить его во время приступов иногда буквально одним взглядом. Тогда же, как всех других своих родственников, в том числе жену, он не щадил. А Валентину-то еще родом из Милана, из страны ядов. Ну, в принципе, все просто, как дважды два. Валентину изгнали из страны, а Адетта была с королем до самой смерти. Королева Изабелла, не желавшая иметь ничего общего с безумным мужем, с огромной радостью, конечно, отдала его на попечение любовницы. Магия магии, а вот астрономы и астролога иметь при дворе – это милое дело. В XIV веке для монархов это буквально мастхеф. Астрологи могли рассказать королю, когда звезды лучше всего выстроятся для достижения успеха в битве, или составить карты для амбициозного дворянина, чтобы предсказать, будет ли монарх к нему благосклонен в такой-то день. Даже врачи должны были считаться с астрологами и прислушиваться, в какую дату, в какой день лучше проводить операцию, процедуру какую-то. Астрология чаще в то время проходила как точная наука, но священники ее всячески порицали, говорили, что все это ересь, и жизнь человека ведома только Богу, но не звездам. Но астрологам рано было расслабляться, ведь их деятельность, ой, как подозрительно пересекалась с колдовской. Ведь те же предсказания можно использовать при поисках худшего дня для принятия важных решений, для битв, для медицинских вмешательств. А это значит что? Причинение вреда жизни человека. А кстати, астрологами были только мужчины, причем очень образованные. Поначалу считалось, что женщина, какой бы умной она ни была и знатной, не могла заниматься прям какой-то серьезной магией. Максимум сварить приворотное зелье, ну или для зачатия что-нибудь намешать. Поэтому обвинения против королев звучали неубедительно. И только ближе к концу 15 века, когда уже вышел молод ведьм, женщин стали уверенно обвинять в колдовстве. Мол, они существа слабые, подвержены влиянию дьявола, и ничего хорошего с помощью этой дьявольской черной магии они сделать точно не могут. А астрологи — это другое. Тут главное не путать. Большим почетом пользовался астролог Елизаветы I, Джон Ди. Он владел точными науками, был очень набожным человеком, но также занимался алхимией и верил, что может говорить с ангелами. Марта Луиза, тебе большой привет. Именно ему Елизавета доверила выбрать дату своей коронации. Но помимо всего этого околомагического мастерства, он был математиком и географом. И, кстати, по легенде, свои письма он подписывал тремя цифрами — 007 — вдохновение для Джеймса Бонда. Джон Ди был воплощением того, насколько в умах и сердцах людей переплелись магия и наука. Екатерина Медичи, королева Франции, тоже имела своего астролога Козимо Руджери. Он был прям магистром черной магии. И поговаривали, что это он склонил королеву к оккультизму. В 1574 году его обвинили в том, что он планировал с помощью колдовства убить короля Карла IX. Якобы его кто-то нанял. Уже даже вынесли приговор, однако потом отпустили. Вероятнее всего, конечно, Екатерина Медичи постаралась. По легенде, с помощью волшебного зеркала Козимо предсказал, что трое сыновей Екатерины будут править, и предсказал обстоятельства смерти Екатерины. Куда страшнее была сама Екатерина. Ей дали прозвище «дитя смерти», потому что и отец, и мать умерли в первый месяц жизни девочки. Екатерина не могла забеременеть аж 10 лет. Почему? Но все же очевидно, она ведьма. Суть женщины – создавать жизнь, а суть ведьмы – отнимать эту жизнь. И коли Екатерина так и не смогла создать жизнь, родить ребенка, ну, значит, она ведьма. По логике тех людей, кто ее оклеветал, разумеется. А когда она таки забеременела, ответ тоже родился сам собой. Ну, понятно, она наколдовала, она же ведьма. Только непонятно, почему она раньше не колдовала, чтобы не палиться. Ну, логика, конечно, железная. Спустя 10 лет брака Екатерина начала рожать детей один за другим. Аж 10 подряд. Есть такая версия, что врач обнаружил некий недостаток у короля, который мешал паре зачать ребенка. И когда его устранили, Екатерина легко забеременела. Хотя уже шли разговоры о разводе. Последние роды близнецами едва не убили Екатерину, после этого она уже не беременела. Если еще не смотрели мое видео про близнецов, вы многое потеряли. Напрямую, прямо на судах, Екатерину в колдовстве не обвиняли. Но уж многим не нравилась королева-итальянка на французском престоле, и слухи так или иначе ползли. Поговаривали, что Екатерина придумала черную мессу, сатанистскую мессу, и к своему колдовству она приобщила сына Генриха Третьего. И до сих пор образ Екатерины, как поклонница темных искусств, очень популярен. Про ведьм поговорили, теперь давайте про вампиров. Благодаря писателю Брэму Стокеру в массовой культуре некий небезызвестный роялс закрепился в образе вампира. Речь идет, конечно, про графа Дракулу. Уж сколько фильмов есть, из старых и новых, во всех жанрах. Многим нравится фильм 92-го года с Гэри Олдманом, где у Дракулы прическа, прости господи, Уолли Симпсон. Настоящий Дракула, Влад Цепеш, был вовсе не графом, а кое-ким покруче, господарь, то есть правитель Валахии, это на территории нынешней Румынии. Прозвище Дракул вообще получил его отец, которого тоже звали Влад. Он состоял в ордене дракона, и дракон стал важным символом семьи. Влада стали называть Дракул, что в переводе с румынского означает «дьявол», а позже добавилось окончание «а». Влад даже сам стал называть себя Дракула, а прозвище Цепеш, то есть колоссажатель, появилось только спустя 30 лет после его смерти. Про деяние настоящего Дракулы я тут рассказывать не буду, речь вообще не про это, но слухи при жизни уже ходили про то, насколько он был жесток. Где-то он и сам, конечно, постарался, но у него было очень много врагов, которые не прочь были подбросить служки и распространять подобную ложь против Влада. Брэм Стокер наверняка вдохновился подобными легендами, дьявольским прозвищем, ну и кстати, где могила Влада Дракулы до сих пор так и не ясно. Так что писатель решил подключить фантазию и поведать, что на самом-то деле Влад не умер. Кстати, это правда, что британская семья потомки Дракулы, правда, скорее всего, не прямо его потомки, а его брата, которого тоже звали Влад, Влад Четвертый. Семейка вообще тотально без фантазии. А уже от него происходила Мария Текская по линии своей бабушки, соответственно, королева Елизавета и Чарльз, который, кстати, упоминал про родство с Дракулой. Дракулой в юбке прозвали венгерскую графиню Екатерину Баттери. Тут тоже массовая культура, ого-го, как постаралась. Легенда гласит, что однажды Елизавете на руку попала капля крови. На утро она проснулась, а кожа в этом месте разгладилась и посвежела. И ради сохранения красоты и молодости графиня придумала принимать кровавые ванны. Кровь из железной девы по особым стокам стекала и прямо в ванну. Сначала под раздачу попали служанки, но годы шли, эффективность средства ослабевала, и графиня начала брать на обучение девочек из знатных семей, и заканчивали они также плачевно. Помимо этого она пытала девушек и всячески издевалась. В припадке она могла накинуться на девушку и вырвать зубами у нее часть плоти. Ходили слухи, что она была одержима. После допросов сотен свидетелей графиню обвинили в массовых убийствах. Минимальное количество жертв 30, максимальное 650. Нехилый такой разброс. И замуровали ее в собственном замке, оставив лишь маленькую прорезь для подноса с едой. Казнить ее не решились. Но тут очень вероятно, что графиню оклеветали. Многим это оказалось выгодно. Например, королю, который задолжал ее семье очень много денег. Также у нее был обиженный покровитель, который был недоволен отказом Елизаветы принять ухаживание. А еще она была богатой протестанткой в католической стране. Свидетели резко вспоминали, что своими глазами видели всякие ужасы где-то на третьем допросе. А записная книжка, где якобы хранились имена всех жертв, мистическим образом так и не была найдена. Влада Дракула записывают вампиры, графиню Баттери, ведьмы. Но были и роялсы, которые внешне очень походили на тех же вампиров. Бледная кожа, красные глаза, выступающие клыки, боязнь солнца. Осталось только спросить, и давно тебе 17? Но на самом деле это все симптомы редкого заболевания крови. Порфирия. Эта болезнь активно гуляла по британской королевской семье, будто гомофилии им было мало, но ее, кстати, тоже приписывали и Владу Дракуле. Заболевание влияет на выработку гемоглобина в организме, этим объясняется бледность кожи. Боязнь солнца это лишь потому, что после солнца очень вероятно появление высыпаний на кожу, иногда даже язв. В более тяжелых случаях уменьшались десны, из-за чего клыки становились более явными, доходили даже случаи до потери носового хряща и ушей. Короче, видок такой, знаете, не для слабонервных. Я вам эти все картинки показывать не буду, если есть желание, погуглите, это реально жесть. Вот подобных запущенных случаев в королевской семье не было, но Ген все-таки гулял. Шотландскую королеву, соперницу Елизаветы I, Марию Стюарт, прозвали королевой вампиров. И очень вероятно, что она была первой в семье с таким заболеванием. Долгое время безумие Георга III из Ганновирской династии объясняли порфирией. Но с годами все же пришли к выводу, что он страдал психическим расстройством. И если болезнь не была, то в самой легкой форме. Помимо внешних признаков, это еще и постоянная боль, которая доводит до неврологических расстройств. Принцесса Шарлотта Прусская, внучка королевы Виктории, болела порфирией. Как сказано на сайте Королевского фонда, это подтвердили недавние медицинские тесты. Шарлотта постоянно жаловалась на плохое самочувствие. Эту же болезнь приписывают ее единственные дочери, Феодория, которая страдала всю жизнь. Головокружение, тошнота, постоянные боли, ну и будто бы этого было мало, Феодора принимала мышьяк и торией. Поскольку в то время считалось, что это помогает забеременеть. Она очень хотела детей. В итоге не детей, не спокойной жизни. И Феодора покончила с жизнью. Вероятнее, в вопросе болезни сыграл тот факт, что в королевской семье Пруссии тоже были заболевания порфирией. И вместе с генами Виктории это сложилось вот в такую печальную историю для Шарлотты и Феодоры. Принц Уильям Глостерский, двоюродный брат королевы Елизаветы II, невероятный красавец, прям топ-3, наверное, красавчиков всех времен британской королевской семье, тоже был болен порфирией. Болезнь держали в строгом секрете от общественности. Ее он диагностировали в 1968 году, когда Уильяму было 27 лет. На обследовании настаивала его мать Алиса, герцогиня Глостерская. Уильям заметил, что на его коже слишком часто появляются волдыри. Врач прописал ему солнцезащитный крем и выдал список лекарств, которые Уильяму было нельзя. Видимо, они бы усугубили симптомы. И со временем на фотках видны, конечно, проявления болезни на коже. Позже Уильяма осмотрело еще несколько врачей. Все сошлись в едином мнении, что это порфирия. Уильям постоянно страдал от головокружения и тошноты, но решил, что не даст болезни повлиять на его жизни и продолжил работать и жить на полную катушку. Но болезнь никуда не исчезла, несмотря на то, что время от времени Уильяму становилось лучше. С годами симптомы усиливались. В итоге Уильям уволился из Министерства иностранных дел и занялся управлением поместьем. Все-таки именно он должен был стать герцогом Глостерским. А чтобы уменьшить стресс, решил чаще участвовать в авиашоу. И, к сожалению, соревнования 1972 года стали для него последними. В возрасте 30 лет Уильям вместе со вторым пилотом погибли. Самолет зацепился крылом за дерево. Кстати, согласно статье Кристофера Уилсона, после того, как Уильяма Глостерского диагностировали порфирию, детей королевской семьи стали проверять на наличие этой болезни сразу, не дожидаясь симптомов. Но тут фу, со времен Уильяма Глостерского таких случаев не было. Так что вампиров в королевской семье больше не водятся, разве что энергетические. Так что вот так, теперь вы знакомы со всеми королевскими мистическими персонажами. Кто из них действительно вампир, а кто нет, решать только вам. Ну а на сегодня я заканчиваю. Спасибо большое, что были сегодня со мной. Увидимся в следующих видео. Пока-пока.